Мы в прямом эфире написали, это значит, я снова не отучилась. Это такая страшная, замученная, и тут масочки. Спасает масочки. Значит, без масочки будем. Наживую? Какой у меня рост и вес? Не знаю, какой вес, но рост метр семьдесят. В какой сфере хочешь развиваться? А ну, попробуйте угадать. Так, у вас есть три попытки. Хорошо, не знаете. А? А? Муж рядом. Всегда. Постоянно. Мы без него никуда, ой, мы, я. Мы? Какая красивая, вы посмотрите на меня реально, посмотри, как будто трактор проехался. Самое красивое. Нет. Нет, не планируем. Приветик. Та-дам. Просто у меня уставший вид. Я сегодня сняла косички. Должна была потом, конечно, сразу ехать домой, записывать видео, обучающее дальше по макияжу. Но... Таня решила съездить золотое яблоко, и на этом мы не остановились. После золотого яблока мы накупили вещичек, пошупились, создали общие луки с мужем, и теперь едем домой уставшие. Мы остановились после золотого яблока. Когда в Одессу, как только откроют границы, мы сразу же... Нет, не пропало. После долгого времени с каждым разом люблю все сильнее и сильнее. Зачем мне надо было? Вот скажите. У меня есть замечательный муж, проблем у меня нет. Спасать мне нечего. Я не помощь. Подписчики мне не нужны. У меня уже есть вы. Все, мне достаточно. Где Пинча и Арай? Понятия не имею, я не слежу за ними. Мало меня стало за... Это бытовуха личная жизнь похватила меня. Я не знаю, честно. Это мой муж сам сфоткал, что-то оборудование показывал. На самом деле я уже узнал. Хочется совместных видео с Рерой. Это опять все из этих... Из-за общих чатов с... Да. Откуда Водос и Водита идешь. Мы едем домой. Я говорю, были в Золотом Яблоке. Я там купила всяких... Всякой косметики. Вроде и немного, но и немало. Там что-то обошлось мне в пять тысяч. Пять тысяч. Вот. И там есть карандашик Вильген Собо, 101 номер. По 119 рублей. Купила себе. Потом купила себе разные кисточки. Из натурального ворса, кстати, впервые. Эм... Что еще? Короче, я потом покажу все. Уроки, мейка, твои нравятся, побольше бы их. Проблема в том, что сейчас я очень занята созданием обучающих видео по макияжу. Обучающих не в том плане, что просто я села, такая накрасилась, а потом вот так секундочками обрезала, смонтировала и подставила музыку. А другое. Я буду объяснять все, рассказывать, как лучше выбирать там карандаши, деньги, помады. Буду делиться своими секретиками. Мне кажется, я уже могу легко сделать кому-то макияж. Вот. Ну, то есть я все об этом подробно рассказываю, чем я пользуюсь, почему мне это нравится, почему я выбрала именно это, какие еще есть крутые средства. Ну, в общем, рассказываю все. Еще нужен консилер, например, да? Показываю все, рассказываю все. Также практика. Буду показывать, как наносить, будут домашние задания. Ну, короче. Обо всем сразу и не расскажешь, поэтому я трудяшкой работаю, работаю, работаю над этим. А еще мне... Мне дождь помял волосы. Я была такая мохнатая, и из-за этого дурацкого дождя я теперь не мохнатая. Смотри, они красивые привели сюда. Да. Смотрите, покупочки, видите, там джинсовку в Заре взяла, всякие вещички. Хотя я себе одну джинсовку взяла, а все остальное это Сережины. Держины, висички, красивые. На меня не было. Сережа сказал, что мне было красиво в джинсах, но мне было не красиво в джинсах. Очень мне понравились. А кто сказал, что я беременна? Где? Она беременна, я ее видела. Спалили. Ребята, я не беременна. Пока. Пока что. Пинчук беременна. Если ты не беременна, значит беременна. А подожди, нельзя же говорить, что Пинчук беременна? Да, нельзя. Это же прямой эфир, это уже сегодня вырезать, да? И что тебе делать? Чур, у которого нет, вот скоро. Я не беременна, ребята. Когда я буду беременна, я вам сразу об этом скажу. Ну, не прям сразу, но... В общем, я покажу эту тайную переписку в Пинчуксе. В течение ближайшего времени так точно. В течение. В течение. Пластические операции делала? Делала, я уже говорила. Я делала две операции. Это... Это пластика на уши и на грудь делала. Уменьшение груди. Это кто пластика и эта пластика? Какая ты нудная, ну и ладно. Такая, какая есть. Я не могу веселиться всегда, развлекать, рассказывать анекдоты или еще что-то делать. Ну, покажите вы, насколько вы веселые и ненутые. Вот они прям в живот было видно, ребят. Господи, боже. Мой живот делся, по-вашему. Не втягивай, не втягивай. Видите? Вот, боком показываю. Нет у меня живота и я не беременна. Пока что. Но это... Но это... Но это... Скорая справа. Что? Вот эти видео. Потому что ты не видела. Я не видела? Да. Я видела. А мой ответ не видела. Так и не посмотрела. Я видела все. Ответ мой видела? Я все видела. Ты сказала, что не видела. Вот это... Плохий пенчук. Ну, это слава. Даже телеграмма научилась. Потом, да. Как говорится, бог дал, бог взял. Спасибо большое. Да темно капец. Все окна затонировано в машине, понимаете? Вот так слепло. Вот пока буду с вами разговаривать. Когда будет сильно шумно. Не надо меня бояться. Я добрая. Скажи, Сереж. Скажи, я всегда со всеми разговариваю. Вообще, очень. Знакомлюсь, обнимаю. Очень, да. Фотографируются там. Все делаю. Даже не за 50 рублей какие-нибудь вопросы. А бесплатно. Вы думаете, почему у меня машины нет? Потому что я не беру с людей по 50 рублей. За фотографию. Аэра берет. И все. Ну, машина есть. И почему не одна? Три. Ну да. Сами посчитайте. Два миллиона подписчиков. Там. Тысяча сто фотографируется. Вот с каждого она взяла по 50 рублей и получился 5 рублей. О, тут пишет, когда Рай преданет сториз. Он так и не выполнил тогда. А, люди помнят, видишь? Да. А вы думаете, что они поссорились с Пинчуком? Из-за этого как раз. Но только вы никому не говорите. Она ему напомнила о том, что он не отвечает за свои слова и все. Ну и, короче, там слово за слово. Не, я на проект не хочу вернуться. Как я зарабатываю, ребят? Ну как? Сижу на диване. Все как всегда. День мне на голову. Каждое утро. Систематически все. Просто надо визуализировать. Там вот можете Милену посмотреть. Вот Милена расскажет. Милене нужно обратиться. Она расскажет, как визуализировать. И тогда будет очень много денег. Да. Вот есть одна девочка. Она хотела снять квартиру за 800 тысяч рублей в месяц. Но ее не было этих денег. И она визуализировала, чтобы эта квартира стояла 550 тысяч. Поэтому вот эти все секретики визуализации, это обращайтесь. Ты и твой муж красивая пара. Спасибо. А Сережа был уже у нас в городе у родителей? У нас это у чьих родителей? В Димитрове? Я туда, это там уже мой добрый отбой. Таня, ты училась на визажиста? Вообще нет, но врать не буду. Ну и я сходила, да, на курс к Зое и Нике. Когда это было? Это в феврале, наверное, было. Ну, короче, пару месяцев назад. Не в феврале было. Не в феврале, а зимой. Ну, зимой было точно. Январь, может быть. Или декабрь. Январь, да. Мне вряд ли декабрь. Родители были. Да еще у нас? В декабре, да. Наверное, в декабре, да. Ну, короче, я была, но честно сказать, когда ты уже умеешь краситься и делаешь это хорошо. Осознанно. То, ну, потом, типа, когда ты приходишь на курс и тебе начинают рассказывать, что... Ты пошла на осы. ...какие-то моменты неправильно, там, держать кисть или это кисть для этого, это для этого. Ну, это доставляет дискомфорт и наоборот больше подбешивает. Ну и, короче, сложно это. Ну, некоторую теорию какую-то, да, было интересно послушать. Практика. И без нее у меня все хорошо. С кем в ссоре? Кто в ссоре? Я что-то пропустила. Там пинчук же в ссоре в сарай. Так. Спросил у мужа, если бьет парень из-за ревности, это нормально сейчас? Да тут можно и не спрашивать. У мужа надо спросить. Вы серьезно? Бьет из-за ревности? Ну, как бы поле головой об стену ударится. Нормально задавать такой вопрос? Нормально ли это? Я ревную, просто пусть подойдет и головой об стену шарахнется. И все. Ревность пройдет. Все пройдет. Как рукой с ними. Какое у тебя образование? У меня среднее образование. Сама лучшая. Чего с Ирой поссорились? Кто? А пинчук же ж. Ну, сарай, вернее. Пинчук же. С Ирой. А раньше поссорился с Ирой. Ты не знала? Где? Все. Успокоился. Вот. Недавно буквально. Весь интернет был. Когда ты участвовала в Угар, я болела за тебя. Спасибо большое. Но... На самом деле, то, что вы писали и все ваши комментарии, это вот самое ценное, что было, когда... Это я искренне. Вот из первых уст Таня вам не скажет, а я скажу. Она невероятно... Ей было невероятно приятно. Она очень благодарна вам за всю вашу поддержку. И, наверное, это было самое ценное, что она получила из участия в этом конкурсе. Потому что ни один подарок от ГУАР не... Что там еще были? Подарки? Что были? Ну, там курсы обучения. А, курсы обучения. Ни курсы обучения, ни какой подарок от ГУАР не сравнится с вашей поддержкой. Действительно, это было очень важно, очень ценно и невероятно приятно. Вот. Таня очень скромно и не скажет, а я вам скажу. Раскрыл все секреты. Так... Это я еще про Пинчук не рассказал, почему у вас Рай поссорился. Они тут пишут, что они не ссорились. Не ссорились, да? Да, они хайповали, пишут. Тупо постанова, да? Да. Вот блин, все-таки узнали, да? А что, кто Рай признался, да? Он сказал, никому не признается. Ира поссорилась с Таней, хватит уже. А, все, Ира, Станя. Я уже запутался, кто с кем ссорится. Пожалуйста, успокойтесь. Я не ссорилась ни с Ирой, ни с Араем, ни со Сережей. Ни с кем вообще в этой жизни я не ссорюсь. Это первое. Ира со мной? Ну, насколько мне известно. Может, она, конечно, тоже меня заблокировала и теперь рассказываешь за... Она обижена. Ох, эти хайпажоры, конечно. Но нет. Ну, у нас все хорошо, мы не ссорились. По поводу Иры с Араем, да, ребята поругались, потому что Ира задержалась после гульки. Ну, типа, мои тусилии было весело, круто. У нас было, сколько у девчонок, шесть, по-моему. Вот. Она, знаете как, выпьешь в азарт, вошел, кайфуешь, танцуешь. И тут, знаете, в самый разгар вечеринки звонит Арая, говорит, а ну, домой бегом. Ну, и она что-то просто подзавтыкала там, знаете. Тут одна тебя потянула танцевать, вторая, и так незаметно два часа прошло. Ну, вовремя не приехала. Безусловно, вина ее. Они там немножко пообижались на друг друга. Туда-сюда, пятое-десятое, все. Ребята помирились, все прекрасно. Ира попросила за свое поведение прощения. Рай за свое, за то, что порезал все картины от психов. Ну, короче, все у всех прекрасно. Ссоры бывают у каждого, понимаете? А и было, что такое? Да, у нас просто колесо вот так, знаешь, разорвало. Серьезно? Ну да. Может такое? Нет, конечно. Короче. Вообще темно стало. Давайте хоть окошко откроем. У меня уже тысячи на подъезде у дома. Поверь. Хотела бы вам... Что, а нормально все? Да, вот и да. Хотела бы вам сказать, что вы лучшие. Вот так. Хотела бы вам сказать. Если у меня заберут моих самых преданных подписчиков, я буду плакать так же, как если от меня уйдет. Вот. Это я вам, честно, не придумываю. Даже не преувеличиваю, не увеличиваю. Это всегда прекрасно. Это просто офигеть, как круто. Может, хватит спрашивать? Я уже привыкла. Я что-то не помню. Знаешь, знаете ли? Слышка, не слышно. Я сейчас думала, что это дождь? Может, там что-то прицепилось к машине? Может, мы на что-то наехали и не заметили? Может, под нами идут велосипедисты? Все, короче. Котята, мы приехали домой. Мне надо обуваться, потому что я разбутая ехала. Я обещаю, что постараюсь выйти в ближайшее время в прямой эфир и прям внимательно. Не прям, как сейчас, а внимательно читать интересные вопросы и отвечать. Люблю. Люблю.